Доброе утро! Доброе утро, друзья! А еще познакомьте нас со своими питомцами. Это Снег, это Тина. Снег, он у нас домашний, а Тина нет. Тина живет в цирке. И Снег это наш друг, очень близкий, он очень дорогой для нас. Пес, можно сказать, он даже для нас не человек. А это артисты? Не собака. Не собака, а не человек. Это артисты? Да, это артисты, да. Трудятся? Трудятся. А честно, а им нравится работать? Да, им очень нравится работать. Потому что, допустим, если Снег такой пассивный, лежит все время, то как только начинает звучать музыка, он преображается. Ему очень хочется в манеж к зрителю, они становятся очень активные. Екатерина, мы знаем, да, Снег, если живет у вас дома, он, наверное, первый у вас питомец, почему именно его выбрали, а остальные живут в цирке? Потому что первый. Да. С него все началось, да. Он появился в нашей жизни, и он был единственный мальчик очень долгое время, и поэтому как бы соединять с девочками его было нельзя, он жил дома, а потом как бы это стало просто его особенностью, что он единственный домашний и неповторимый у нас. Екатерина, у вас были какие-то вообще варианты не быть служителем этой профессии, не быть цирковой артисткой? Да, конечно. У меня два высших образования. Первая психология, а вторая, ну, практически режиссер цирка, и у меня был выбор. Но затянуло. Конечно. Но вернуло на арену. Да. Константин, у вас хочется спросить, а вы дрессируете верблюдов? Я вот... Нет, подожди, ты как-то так спрашиваешь? Вы дрессируете верблюдов? Да. А это вообще, в принципе, какая-то распространенная история? И мне казалось, что верблюды вообще не поддаются. По крайней мере, никто не пытается. Нет, ну, очень тяжело поддаются, но поддаются. А не плюются в зрителей? В зрителей нет. А в вас? В нас, да. Плюются. А кто-то еще в России у нас дрессирует верблюдов? Ну, да, еще там два-три номера есть. Ну, и вот и расскажите, нам сложно это... Они вообще слушаются вас? Ну, в начальном этапе, конечно, они не слушаются, когда они только приходят, да, к нам. Они приходят не как кошели, да, обученные уже привыкшие к человеку. Приходят дикими. И изначальный этап их приучит, что они не боялись человека. А вы берете их совсем маленькими? Нет, уже взрослыми. Уже взрослыми, да? Четыре-пять лет. Да, непонятно. То есть это довольно вредное, как мне кажется, существо смотрит, играет вокруг, и там музыка. Они смотрят на человека, который от них что-то требует. Мало того, папу нужно, они какую-то красивую надевают, то есть детку, ну, все эти вещи. Сколько проходит время для того, чтобы верблюд перестал быть вот этим диким? Ну, где-то полгода. Полгода? Да. Постепенно-постепенно привыкают к ней. Ну, вот мы знаем, что собаки – это огромное количество трюков. Прям бесконечно. Это и прыжки, и кувырки, и что угодно, и они довольно умные. А верблюд, сколько он всего умеет? Ну, там, получается, не сольные трюки, а взаимосвязанные между собой, то есть всеразличные перестроения. Там вальсы идут с другом, пируэты, восьмерки ходят, по барьеру ходят, на переднюю хлопку ходят. Мне кажется, это зависит от умения дрессировщика. Чем у дрессировщика больше способностей, тем больше делают его животные. Просто я представляю лошадей на арене цирка, они же так быстро достаточно бегут. А вот верблюды, они какую скорость могут развить? Ну, чуть медленнее они бегут. Чуть, да? Чуть-чуть. Но, в принципе, тоже бегают. Да. Конечно, они очень быстро бегают. А джигетовка на верблюдах? Ну, оно однично так же, как и лошадиные. А, там же неровная спина. Да, там в том-то и проблема. Между горбов. Да. Это надо быть очень худым. Да. У нас отбор проходит. Если между горбов пролезла, значит, все, подходишь. Можно, можно и попробовать. Но верблюды живут не дома, я правильно понимаю? Не, ну, естественно. Нет, там это первые. Там почти родные. У нас есть мечта, что когда-нибудь, может быть, мы купим какой-нибудь участок земли, у нас будет своя ферма, будем разводить верблюдов, лошадей, собак. Ну, то есть мы такие. А как вы с верблюдами путешествуете из цирка в цирк? Как вы их перевозите? Ну, они перевозят их на хури. Им собирают определенный станок большой, как вольер. И все вместе они табуном приезжают. Они дружат? Просто интересно. Не всегда. Кто-то отдельно переезжает от остальных. Ну, вот мы знаем, ваш цирк, он, можно сказать, самый большой, да, в Евразии цирк. Сколько животных вы привезли к нам в Экстенбург? Больше ста. Больше ста. И где вы все разместились? Вот мы не смогли разместиться, нам пришлось делать специальный, как отграждение животных, потому что мы не помещаемся ни в один цирк. То есть наш Екатеринбургский цирк не способен вместить 100 животных? Даже ваш огромный цирк не способен вместить животных, не говоря уже о других цирках. А кроме верблюдов и самоедов, кого еще можно будет посмотреть на представление? Я начну перечислять, но я сразу могу как-то забыть. Про аризовки перечисляю. Медведи, лисы, олени, леопарды, тигры, лошади, гимнасты, крафт-акробаты. Ой, кто еще у нас есть? Кто такие крафт-акробаты? Я уже здесь спею. Крафт-акробаты – это силовые акробаты, которые работают пара, у нас братья Варданян, и они делают очень сложные трюки, безреквизитная работа. Ну что ж, спасибо большое, говорим замечательным артистам цирка, шоу Ги Радзе Баронетты, который дает свое представление в Екатеринбургском цирке аж до 1 мая. У нас в гостях были Екатерина Запашная и Константин Растигаев. Прямо сейчас передаем слово информационной службе телеканала ОТВ. События далее. Субтитры создавал DimaTorzok